Приветствую вас, Мириум. Знаете, вот когда я читал ваш вопрос, у меня, когда я читал ваш текст, точнее, у меня возник вот такой вопрос, он может показаться немножко таким, он достаточно, ну, мелочным, вот, но мне кажется, что он довольно важен. А куда пришел-то? То есть, вот, вы говорите, что, чтобы он не пришел, а куда? Куда он может прийти? Ну, в смысле, вот, ваш, ну, начальник, куда он может прийти? Вы имеете ввиду-ввиду, к вам прийти или куда? Вот, этот момент я не очень понял, честно говоря, вот, и хотел бы, чтобы вы его несколько, вот, ну, несколько прийтили. А мне кажется, это важно. Следующий момент. Чувствуется, конечно, в вашем рассказе чувствуется тревога, чувствуется, может быть, даже чувствуется страх, вот, и, соответственно, вы, ну, видимо, видимо, вы боитесь увольнения. Я не знаю, конечно, но, видимо, вы боитесь увольнения. Вот, многие люди боятся увольнения, многие люди боятся, что их уволят, и этим пользуются как раз-таки начальники. Вот. Поэтому, мне кажется, что ваша задача на этот страх обратить внимание, вот, и увидеть, что за ним находится. Ну, как правило, это страх перемен, да, ну, как бы, такое, недоверие, недоверие себе, вот, как правило, как правило, это недоверие себе. Есть, конечно, и другие моменты, ну, как бы, как правило, это вот именно, 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 не доверие себе, именно, именно, как правило, с этим, ну, именно с этим, как правило, как правило, связаны эти аспекты. Вот. Поэтому, если вы чувствуете, что вы боитесь обидеть, потому что вы боитесь, что вас уволят, вы боитесь уволены, то, ну, на это важно, конечно, обратить внимание, да, и, соответственно, поработать с этим страхом. Вот. Следующее. Как сказать человеку, что, ну, вот, что, что вы не будете, там, с ним встречаться и прочее-прочее? Ответ достаточно прост, никак, потому что, если человек, если человек не интересует, а, ваше, допустим, мнение, да, ну, ну, просто, вот, ну, не волнует, вот, не волнует его, то, что вы думаете, да, не волнует, не волнует его, а, то, что вы хотите и так далее, вот. Вот. А, если так, то, то с этим уже ничего не поделает. Ну, вот, то есть, ну, он вас, он вас, вот, просто не фуичит, и не фуичит, потому что ему, вот, не выгодно, а, может быть, он не хочет принимать, ну, отказ, там, вот, многие, многие мужчины достаточно болезненно, вот, а, ну, достаточно болезненно воспринимают. Отказ, вот, поэтому, я думаю, что не имеет смысла ожидать, вот, того, что человек вас, как-то, вот, ну, примет, да, не имеет смысла ожидать того, что человек, как-то, вот, вас слышит, и так далее, и так далее, вот. А, значит, умение использовать технику, например, технику «я-сообщение», да, это вот один из важных достаточно моментов, вот, как мне кажется, это техника бесконфликтного общения, вот. И, соответственно, соответственно, очень важно, вот, чтобы вы освоили ее. Вам в этом может помочь психолог, вам в этом может помочь психотерапевт, вот, ну, вот, как раз, в том, что, в том, чтобы эти навыки освоили, вот, помимо того, чтобы... Ну, помимо того, чтобы работать с страхом, да, помимо того, чтобы работать с вашей привозностью, и так далее, и так далее. Вполне вероятно, что страх и обидеть вас возникает не только с начальником, но и вообще, вот, ну, то есть вообще с определенными людьми, да, вот, вот, вот. С некоторыми людьми периодически такое у вас, ну, может, может возникать. И это, конечно, вам очень сильно мешает, вот, тут тоже нужно поработать и понять, чем это связано. Вот, потому что обиды, любая обиды, это, с одной стороны, замыкание своих чувств, то есть, ну, вы запрещаете себе проявлять свои чувства, вот, свои эмоции, себя самому. А с другой стороны, речь идет о том, что вы прикладываете ответственность, вот, таким образом, вот, на других людей, вот. То есть, это я тебя боюсь обидеть, вот, а, это ты виноват. Не я боюсь, а ты, вот. Ну, и последнее, не связано ли с тем, что вы боитесь им отказаться, словно, с тем, что у вас тоже в нем какие-то чувства? Или надежда есть? Вот. Надежда, что он, что-то получит. Не поэтому ли вы, не торопитесь, ну, словно говоря, сжигать мосты? Вот. Ну, это тоже достаточно важный, как мне кажется, момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.